как вам этот фасад нравится ладно давайте я промолчу как бы так вот погулять сегодня чтобы не портить настроение вот по улице тимирязева а точнее это не тимирязева тимирязева то вот этот у нас подгорная вот здесь нам сделали такой новодел весьма качественный но одно только могу сказать что это все таки не история это такой вот сувенирный домик пряничный красивый хороший все на месте все нормально ну если тема восстанавливать иркутску в таком виде ну дай бог конечно а сохранять вот такое вот интересно надо а вот это вот настоящее видите вот это настоящее сейчас мы его еще ближе посмотрим вот оно наше настоящее вот оно наше настоящее и все его подожгли и уже не будут наверняка налаживать я так думаю и ждут когда он догорит чтобы на его месте построить вот такой вот бизнес домик теремок новый ну не знаю не знаю все давайте я просто хожу и констатирую а морализировать наверное уже не буду ну вот сгоревший дом и в очередной раз в очередной раз я единственное что скажу люди добрые приедьте вот отсюда снимите вот эту все красоту это все драгоценности будут исторические драгоценности как археологи откапывают сейчас какие-то артефакты откапывают там амфоры да и так далее вот это будет то же самое только сейчас это валяется у вас под ногами это надо сложить куда-то а потом использовать а использовать знаете куда я уже скажу куда вот смотрите вот это вот со сгоревшего дома но который уже сгорел и мы должны уже все это признать да вот с этого сгоревшего дома вот это вот снять и надо навесить вот на этот дом вот видите он сделан в лучших традициях карематориев иркутских почему-то покрашен в черный цвет видимо это стиль такой у наших архитекторов но это позитив-позитив безусловно черный цвет это вообще круто вот покрасить ну вот здесь то видите это резьба так называемая это штампованная все-таки более-менее настоящие и здесь ее явно не хватает ну ладно нет не не все все отлично все хорошо но лучше всего конечно не раскрашенные а вот эти вот я еще наверно схожу туда во двор там порисую может быть если конечно пустят ну ладно так я гуляю по историческому иркутску центр самый что ни на есть улицы подгорные это одна из немногих улиц в городе иркутске которая не меняла название она изначально такая так она есть подгорная и горная улица знаменита тем я уж не знаю какой именно дом то ли тот то ли тот уже который где-то здесь снесли была знаменита тем что ну это мне так рассказывали я сам летописи так сказать не вычитывал у нас знаменита тем что на ней находились какие-то увеселительные заведения и в частности веселые дома как бы это так поприличнее выразиться на которые приходили видимо солдаты потому что перпендикулярно этой улице идут а шесть солдатских улиц 6 или или 7 вот все улицы которые тут богдана хмельницкого литвинова и так далее которые вот вот грязного тоже бывшая солдатская какая-то видите вот видимо все солдаты с этих солдатских улиц приходили вот гурьбой сюда на улицу подгорную веселиться с веселыми девушками как называет их наш президент с заниженной социальной ответственностью тогда вот тоже был великолепный такой спуск с горок лестница и ворота здесь стояли шикарные все здесь было сейчас уже нету ну а мне что вот это надо нарисовать наверное да я же хожу запечатлевая как говорят иркутск или все таки вот это вот одинокий такой оставшийся пупырышком домик на фоне на фоне вот этого этой фантасмагории какого-то я не знаю неадекватного архитектора почему он здесь решил нам какую-то римскую ротонду построить в невнятном стиле вот он видимо считает что вот этот вот ансамбль вот такой вот это вот лучшее для иркутска решение да и некому ему сказать что товарищ дорогой идите-ка вы со своим вкусом знаете куда подальше от исторического города стройте где-нибудь в другом месте нет нет они вот залазят нам самый центр и ну вот все равно все равно это здание она конечно эклектично как провозглашает наш главный архитектор города жуков он провозгласил эклектику как основной принцип застройки города иркутска то вот это вот вот это вот сочетание вот этот вот ансамбль он в лучшем так сказать традициях эклектики кстати эклектику кто-то называет стилем да есть там такой период определенный но по большому счету всю жизнь считали эклектику это большим-большим недостатком проще говоря несъедобная мешанина эклектика эклектику конечно можно и смешивать как во французской кухне или в китайской тем более когда делают сладкое мясо или жирные какие-то сладости но нам русским как-то вот ближе натурпродукт ладно что нарисуем а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok война городе идет война в районе городе идет война Ну что, будем дальше смотреть? Кому-нибудь это интересно? Звучит музыка. Старейшая улица в центре Иркутска. Каждая остановка трамвая отмечена вот таким пепелищем, как будто бы специально. Звучит музыка. Звучит музыка. Вот возле этого дома мы недавно были. Он сгорел. А это новый город, построенный нашим главным архитектором города. Ну я должен отдать должное, что вот с помощью вот этих вот каких-то мелких членений понизу, все-таки, все-таки, некоторые здания, ну вот не эти, конечно, да, но некоторые здания там, вот они, там еще можно говорить об архитектуре. А вот у этого, о чем тут говорить? Тут говорить не о чем. Не знаю. Вот интересный вопрос такой. Кому вообще интересно вот все это смотреть, вот этот проезд по улице Партизанская, по-моему, сейчас боюсь ошибиться. Интересно ли кому-то это смотреть, интересно ли кому-то в этом во всем жить. Ну, опять же, вот здесь, в этом скворечнике хоть есть какая-то попытка, попытка архитектуры. Кстати, вот про эти дома, пятиэтажки, так называемые хрущевые. Они были построены со сроком годности 50 лет. Боюсь, что даже меньше, по-моему. Первоначально шла речь о панальных домах, по-моему, от 30 годах. Все, и они должны были быть снесены, между прочим. Но вот построены в советское, проклятое советское время, которое так высмеивают либерасты наши. Они служат вот уже, ну, 50 лет-то точно служат. Ну, в Москве, говорят, их начали сносить. В Иркутске куда их денут? Ну, не знаю, не знаю, разве что раскулачат застройщиков, которые понаделали человейников. Другое дело, что на их месте построят. Так вот, по поводу убогости вот этой архитектуры советской, вот этой вот. Есть, конечно, и претензии, есть, конечно. Но вспомните, это было другое время. Это было совсем другое время, другие задачи. Экономика должна быть экономной и так далее. Ну, да, они здесь посносили и натворили много. Но все-таки вот этот район уже здесь была, наверное, такая хаотичная пригородная застройка частная. И все-таки сделали это цивилизованно. Кстати говоря, советские улицы, вот без этой ерунды, вот этой торгашеской мишуры, без вот этих ларьков бесчисленных, без этой вот рекламы, без этих знаков, без этой вот разнузнанной рекламной пестроты. Вспомните фотографии Советского Союза улиц вот с этими домами. Зелень, уютно, чисто, очень даже приличный вид. А портится этот вид сейчас грязью вот этой вот повсеместной и вот этой вот ужасной, как я говорю, разнузнанной рекламой и вот этим дизайном так называемым. Ну ладно, будем ждать, когда зелень появится. Ну вот тот дом, на фоне которой стоит, он как-то еще, опять же, можно говорить об архитектуре. Можно было бы говорить об архитектуре вот этого дома, если бы он опять же имел какой-то более конкретный образ, да? А он какой-то такой мини-дворец, недоделанный дворец. Во-первых, во-вторых, главный его недостаток, он почему симметричный-то? Он почему симметричный, как будто он является пуп землей? Мы лучше отполюбуемся вот на этот домик. Кстати, обратите внимание, ведь он несимметричный. Кстати, хотя мог бы быть. Помолчу, наверное. На долгий лед. Не переходите водоем по льду в запрещенных местах. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. Не выезжайте на лед на автомобилях вне оборудованных ледовых переправ. Единый телефон службы спасения 112. Обратите внимание, дом стоит высоко достаточно. Он не заглублен, как очень многие. За счет чего? Не знаю, честно говоря. Ну, судя по двери, по крыльцу вот там слева, видите? Все равно он поднят где-то почти на метр. Просто у него вот этот кирпичный, скорее всего, был цокольный этаж с окнами. Но благодаря этому цокольному и кирпичному этажу он спасен от гниения. Вот, собственно, как и вот этот дом, видите? Кирпичная основа, она спасает во многом. О, вот этот шедевр, да? Как вам нравится? Как бы руки оторвать заодно и голову бы вот этому главнику-архитектору, который это спроектировал и который это подписал. Остановка 6-я советская. Следующая остановка. Прикричная остановка. Даже в таком виде вот эти объемы, вот эти вот, которые я сейчас наблюдаю, если приложить определенные таланты и усилия, можно превратить в цивилизованную архитектуру. Даже на основании этих объемов. Но только не вот в такую. Это мы вот приехали тут к очередному торговому комплексу. Ну, это такая космическая архитектура, упрощенная промышленно-бораченного типа. Опять же повторяю, здесь не нужно быть архитектором. Это делал дизайнер. Наворотить кубиков, соединить их между собой, покрасить в оранжевый цвет. Вот это ни ума, ни фантазии, конечно, тут не надо. Конечная остановка. Для этого, действительно, пять лет, шесть сейчас учиться на архитектурном факультете, ну, совершенно не нужно. Тем не менее. Ну, ладно, мы проехали по Партизанской. А это тут уже началась улица Волжская. Я, пожалуй, на этом наш сегодняшний проезд и закончу. Ладно? Первое апреля 2023 года. Дожили. Все, пока. Спасибо, что так разнула. Продолжение следует...